всем привет привет с вами надежда хочу немножко прибавить не получается вот посмотрите что за моим забором какой лес какая красота лучший дизайнер это природа кто бы что не говорил и как бы не ухищрялись это природа вот такая красота я бы на нее смотрела бесконечно вот а теперь к моему садику 1 октября 1 октября 1 октября у нас уже ночью сегодня было минус 1 но озеро нас прикрывает но уже кое-что облетает это естественно естественный процесс идет но больших выпадов у меня нет вот так вот смотрится на сегодняшний день на 1 октября мой сад гортензия киушу сейчас ой какой запах вкусненько девочки как она хорошо пахнет ах какая красота а какая красота сейчас уже вечер вечерняя такая съемка небольшая я думала что у меня много цветов я ошибалась их у меня очень-очень много поэтому я рассаживаю пересаживаю очень-очень устала что-то я высаживаю совсем на отдельную гряду чтобы не занимала место у меня в цветниках вот так вот это все выглядит так что тут у нас розы еще цветут вот эти флоксики еще цветут до цветает синеголовник это готовник так вот розочки еще какие-то цветут вот это вот гортензия будет самарской леде но маленькая еще это вот розочка и у даун вот тут еще розы разные вот это вот на таких ножках калина бульда нэш все говорят что она не завязывает семена у меня вот видите завязывают но их тут несколько вершина бесплодная у меня плодные плодные вот так вот это от дорожка от забора ну что тут еще нам интересного посмотреть хорошо что природа подарила нам несколько таких дней очень сухи сухих на самом деле у нас такая сушь просто невозможно сейчас к вы пересаживаем но на штык лопаты земля совершенно сухая красавец терпинник это еще одна гортензия гортензии будет следующий год больше если на то будет воля аллаха вот тут вот у меня такая парочка это я как говорила децентра начинает цвести начинает цвести в мае заканчивает вот когда будут уже конкретные морозы она закончится и цветение это красавица гортензия но это наверно не ванила фрайс это не она еще цветут какие-то флоксы но уже немного пересаживала лилии оказывается у меня еще и лилии много вот так интересно вот терпение красивый флоксики уже все завершают надо обрезать вот сюда вот еще посадила гортой гортензии лилии или лилии так здесь еще цветут флокс но в общем то ничего интересного нету такого вот эту в клумбу я показывала это переделка сейчас еще должны розы прийти представляете мало не цветов мало вот это вот гортензия вот это вот гортензия вот я думаю что это пинка на бель они была она красивая конечно вот так она зацветает а вот она уже отцветает красавица 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 это древовидное почему я больше сажу мимо не больше хочется древовидных потому что они раньше зацветают у нас карелии это очень даже нужно это фитолака начинают здесь акканит тоже бордовый уже все цвел надо семян очки собрать ну вот эту вот гряду вот эту вот большую эту я кое-чего переделывала не смотрите на беспорядок еще идет процесс пересадки вот здесь вот котей древовидный древовидный пион подсадила еще один древовидный пион там все закрыла вот у меня в флокс сумасшедший день был я его убрала сейчас закроем все картоном сверху черной пленкой вот так это издалека все смотрится как хорошо смотрится верненько аструмы колопогон такими свечками вот этот колопогон ну вот он никак не хочет зацветать вот все таки это карелия вот эта грядка которую я все высаживаю вот некоторые конечно не приходится выбрасывать но целая куча всего так сейчас посмотрим батут уже убрали вот здесь вот огурцы еще 50 немножечко ничего нормальная там помидор как я его я оставляла один помидор и вот на 1 октября вон так выглядит помидоры так не видно помидоры надо снять вот огурцы без всяких обработок вот так вот у меня выглядит вот там помидор видеть но в общем да это на 1 октября это карелия это север без обработок без всего вот они так выглядит вот огурцы висят еще все надо убирать просто хотя бы вот уже без ветки валятся дура видите сколько еще помидор здесь у меня кое-какие гортензии подсажены буду закапывать их голубика маленькие горшки я закапываю здесь и здесь вот маленькие гортензии тоже все закопаю так девчонки видите сколько работы и погода на самом деле очень хорошо дает нам нам поработать самое главное работать ну вот здесь вот я выкопала некоторые астранцы и посадила вот такой лилей ник он был интерес такой коричневый здесь посадила лилейник здесь один лилейник и к нему подсадочка вот это хризантемки вот такие красивенькие растутся рыженькие уже отсвели вот такие я их не выкапываю не укрываю так они мне растут я в общем уже говорила что я придерживаюсь всем природного земледелия и как бы мало уходный сад чтобы ничего не укрывать смотрите какой красивый локс такая красота и бутоник тоже да интересный вот если вымерзнет значит вымерзнет значит не судьба красиво вот такая вот конечно поднимать на ноги если колено бульданеш она смотрится как грибочек вот так ну как хорошо пахнет киушу гортензия это вообще девчонки ой это медом каким-то вот красотка и она у нее большая конечно не хватает воды сидит она у меня тут в камнях как я говорила бедняжечка бедняжечка ну что посмотрим на наши еще красоты успею как я люблю эту природу эту природу карелии сама я родом конечно не из карелии сюда приехала уже молоденькой девушкой но влюбилась карели вот ну все вот на этой красоте с вами я вам говорю до свидания и всего доброго пока пока